Азов-Инфо-Спорт Из Азовского района и других территорий Ростовской области В церемонии открытия турнира участвовал двукратный чемпион мира по бильярду Никита Левада Молодому, но уже титулованному спортсмену был вручен орден Международной наградной палаты элита спорта Никита Левада родился в Азовском районе и своими достижениями прославил родину на весь мир Молодой спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом и собирается завоевать еще одну награду Я двукратный чемпион мира по двум разным дисциплинам, ну играм Хотелось бы выиграть еще по одной, по третьей игре И тогда уже звание абсолютного чемпиона мира Ни у кого еще в истории бильярда вообще мировом не было такого Осталось один чемпион мира выиграть и все В турнире принимали участие не столь титулованные спортсмены, как чемпион мира Никита Левада Однако накал страстей не уступал самым крупным турнирам Ростовский бильярдист Анестис Качелиди сумел превзойти всех соперников Почетное второе место занял Евгений Подзоров Тройку лидеров замкнул азовчанин Евгений Данилов Четвертое место завоевал также представитель нашего города Александр Бочка Александр Истомин, Евгения Симакова, Азовинфоспорт Прощание с Олимпиадой Это событие никого не оставило равнодушным В течение всех 17 дней в Сочи 2014 в детском саду города Азова номер 32 Был установлен специальный экран, на котором ежедневно обновлялась информация о количестве медалей сборной России В завершении Олимпийских игр воспитатели и их подопечные провели спортивный праздник В последние дни Сочи 2014 в детском саду номер 32 прошли свои Олимпийские игры Вместо традиционных зимних видов спорта дети и родители участвовали в эстафетах Воспитатели детского сада и их подопечные внимательно следили за развитием событий на Олимпийских играх в Сочи В холле образовательного учреждения был установлен специальный экран, на котором регулярно обновлялась информация о количестве медалей сборной России Наш праздник, он, конечно, сегодня связан с событием, которое происходит в нашей стране Это зимняя Олимпиада в Сочи Одно из главных направлений нашего детского сада – это, конечно, растить детей здоровыми и охранять их жизнь И поэтому, когда в нашей стране начались зимние Олимпийские игры, наш детский сад не остался, конечно, без участия В одной из групп силами юных воспитанников и их родителей была подготовлена выставка Олимпиада глазами детей Главными героями которой стали снежный бар с белымишкой и зайкой После завершения эстафет участники получили заряд отличного настроения Лаура Иванова, Евгения Симакова, Александр Истомин, Азовинфоспорт Воспитанники Азовской спортивной школы номер 9 приняли участие в открытом кубке Сызрани по индор-хоккею На призы заслуженных мастеров спорта, призеров Олимпийских игр Сергея и Владимира Плешаковых и Александра Мясникова В соревнованиях участвовали команды семи городов, а завчане завоевали пятое место Возможно, впереди наших хоккеистов ждет всероссийская спартакиада Это все о спорте на сегодня Следите за пульсом спортивной жизни До свидания Субтитры создавал DimaTorzok